Здравствуйте! С вами Ари Каган в эфире городские новости Нью-Йорка. Сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, за 27 октября в госпиталях штата находились 1996 пациентов с диагнозом COVID-19. 2,58% тестов на COVID-19 вернулись 27 октября с позитивными результатами. 35 жителей штата Нью-Йорк ушли из жизни в этот день из-за коронавируса. Продолжается массовая вакцинация населения штата. Если говорить о категории населения в возрасте старше 18 лет, то 76,2% этой категории населения уже прошли необходимую вакцинацию от COVID, а среди населения всех возрастов 66,3%. После того, как Федеральное агентство по лекарствам и продуктам питания FDA утвердило новую прививку компании Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет, теперь ожидается решение Федерального центра по предотвращению этих заболеваний CDC, чтобы они рекомендовали властям городов и штатов начать вакцинацию самых юных американцев. Доза новой прививки для детей в возрасте от 5 до 11 лет втрое меньше размеров обычной вакцины для взрослых людей. И компания Pfizer утверждает, что провела очень серьезные исследования и гарантирует высокую эффективность новой детской вакцины – более 95%. Власти города Нью-Йорка говорят, что после всех федеральных агентств и утверждения на федеральном уровне вакцина для детей в возрасте от 5 до 11 лет будет доступна уже в Нью-Йорке в ближайшие две недели. Главная новость дня – это то, что сегодня в 5 часов дня истекает крайний срок получения первой прививки от COVID-19 всеми муниципальными служащими, независимо от их профессии, возраста или семейного положения. Исключения предоставляются только по медицинским или религиозным показаниям. Всем городским служащим, получившим прививки в последние три недели, будут начислены 500 долларов премиальных для поощрения ими вакцинации от COVID-19. Несмотря на активное сопротивление профсоюзов, особенно профсоюзов пожарных, полицейских и работников скорой помощи, мэр города Билдеблазио остается непреклонным. Все муниципальные работники, кто откажутся проходить вакцинацию, с завтрашнего дня временно будут отстранены от работы, без оплаты и бенефитов, до получениями необходимых прививок. Ожидается, что покинут работу как минимум 4 тысячи полицейских и 4 тысячи пожарных, 2 тысячи работников скорой помощи, а также 3 тысячи работников по уборке мусора. Если это действительно произойдет и достойную замену им не найдут, то это может создать чрезвычайно опасную ситуацию, даже хаос в нашем городе. Профсоюзы муниципальных служащих, консервативные политики и многие средства массовой информации призывают мэра Билдеблазио хотя бы отложить крайний срок обязательной вакцинации еще на 2 недели для лучшей подготовки нашего огромного мегаполиса к экстренной ситуации, которая может сложиться уже в ближайшие дни из-за острой нехватки полицейских, пожарных и медиков скорой помощи, а также уборщиков мусора. Верховный суд штата Нью-Йорк на этой неделе отверг все судебные иски профсоюзов против этого решения мэрии. Сам же Билдеблазио по-прежнему непреклонен. Он категорически отказывается отменять, откладывать или изменять свое решение и настаивает, что радикальные меры просто необходимы для скорейшего преодоления коронавирусной эпидемии. Он также заверяет нью-йоркцев, что опасности для их жизни и здоровью не существует и что найдут замену тем, кто временно будет отстранен от работы. Политические новости минувшей недели очень интересные. Нынешний губернатор штата Нью-Йорк Кейти Хокул объявила о выдвижении на следующий четырехлетний срок в губернаторы штата. Свою кандидатуру выдвинул и общественный адвокат города демократ Джумани Вильямс, который даже не стал дожидаться своего переизбрания 2 ноября на должность общественного адвоката. А вчера зарегистрировала свою кандидатуру в губернаторы штата нынешний генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс. И окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес сообщил журналистам, что будет выдвигаться на освобождающееся место генерального прокурора штата Нью-Йорк. Ну а у республиканцев сейчас два ведущих кандидата в губернаторы штата. Это конгрессмен США от Лонг-Айленда Ли Зельдин и сын экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Эндри Джулиани, который раньше работал в администрации Дональда Трампа. Первичные выборы губернатора штата Нью-Йорк пройдут в июне следующего года. Начало сбора подписи под петициями будет в феврале, поэтому уже сейчас и демократы, и республиканцы регистрируют свои кандидатуры в губернаторы и объявляют об этом своим сторонникам. Сегодня утром в Бенсон-Хёрсте губернатор штата Нью-Йорк Кейти Хокул подписала новый популярный закон штата Нью-Йорк, который запрещает езду на машинах без глушителей или другие варианты поездок на машинах или мотоциклах с ревущими двигателями. Штрафы за первое нарушение нового закона штата будет 3 тысячи долларов, за повторное нарушение 5 тысяч долларов, за третье нарушение 10 тысяч долларов и конфискация транспортного средства. Спонсорами нового закона штата Нью-Йорк, который явно будет очень популярным, выступили сенатор штата Нью-Йорк из Бруклина, демократ Эндрю Гунардис и депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк из города Сиракуз Уильям Магнарелли. Здесь нужно заметить, что количество жалоб на сильный шум и ревущие двигатели машин и мотоциклов за последний год в городе Нью-Йорке увеличились на 50 процентов и новый закон с жесткими крупными штрафами и жесткими мерами против этой беды безусловно будет популярен. В это воскресенье заканчивается процесс досрочного голосования на определенных участках, а во вторник, 2 ноября, пройдут всеобщие выборы на все муниципальные должности в городе, а также общегородской референдум о поправках Конституции штата Нью-Йорк. Смотрите сегодня в 6 часов вечера мою передачу «Наз в Америке», посвященную подробностям того, как именно будет выглядеть избирательный бюллетень для голосования и какие 5 поправок Конституции штата вынесены на общегородской референдум, а также другие детали предстоящего голосования. В еврейском центре Бенсенхерст исполнительный директор Алекс Будницкий прошла успешная ярмарка «Здоровье». В ней приняли участие представители нескольких госпиталей, других медицинских учреждений, а также представители департаментов полиции и пожарного департамента, офисов, политиков и различных городских служб. На входе в еврейский центр Бенсенхерста представители департамента здравоохранения предлагали всем желающим бесплатные прививки от COVID-19, а внутри центра была организована раздача масок, средств для дезинфекции рук, а участники этой ярмарки «Здоровье» выразили благодарность сотрудникам еврейского центра Бенсенхерста и особенно Лукьяненко за то, что такая ярмарка «Здоровье» была проведена. Наступает праздник Хэллоуин. Это праздник нечистой силы. Его отмечают в этот уикенд в нашем городе в разных районах. Возле частных домов можно уже увидеть устрашающие декорации. А завтра и послезавтра будут костюмированные шествия, а также раздача конфет в бизнесах, ну и тому подобное. И власти разрешили сегодня вечером, несмотря на дождь и холодную погоду, аппарат в честь Хэллоуина на улицах районов Гринич-Виллоч и Челси в Манхэттене. Власти города обращаются к родителям с призывом максимально ограничить хождение детей в группах по бизнесам и частным домам с оранжевыми пластмассовыми коробочками тыквами и просьбами дать им конфеты. Коронавирусная эпидемия и особенно новый Дельт-вариант могут создать опасные ситуации, когда дети, сами того не подозревая, могут стать переносчиками опасного вируса. Поэтому департамент здравоохранения города просит, чтобы все участники этого праздника Хэллоуин соблюдали меры предосторожности и особенно дети, которые ходят группами по бизнесам и домам. С вами был Арий Каган и будьте, пожалуйста, здоровы!